Девятнадцатого августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. В критической ситуации может оказаться каждый человек, сам того не ожидая. Проблемы могут обрушиться совершенно внезапно и застать врасплох. Кому обратиться за помощью, когда рядом совсем никого нет? Предлагаю сегодня узнать ответ на этот вопрос. У меня в гостях руководитель Центра гуманитарной помощи и милосердия Елена Гранкина и руководитель отдела по делам благотворительности и социального служения Покровской епархии Татьяна Белякова. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Гранкина, 43 года, родилась в Саратове, закончила книготорговый колледж, до 2009 года работала на телевидении. В 2012 году стала руководителем отдела по взаимодействию церкви с обществом Покровской епархии и координатором грантовых проектов. С 2017 года руководит Центром гуманитарной помощи «Милосердие». Татьяна Белякова, 62 года, родилась в Челябинской области в городе Копейске. После окончания школы переехала в Саратов и поступила в университет на геолога. Работала по специальности. В 2012 году стала руководителем отдела по делам благотворительности и социальному служению Покровской епархии. Расскажите, пожалуйста, о Центре «Милосердие», о его целях и какой категории граждан вы оказываете помощь. Ну, наверное, стоит начать с создания этого Центра. Не секрет, что в храмы приходят люди, нуждающиеся. И очень часто, как в последнюю инстанцию, когда что-то случилось, срочно идут в храм. И очень много храмов помогают. Помогают одеть, накормить и так далее. Но, к сожалению, не во всех... И также много людей, которые жертвуют, готовы пожертвовать и помочь ближнему. Но, к сожалению, не во всех храмах есть какие-то помещения, где бы можно это складировать, разбирать вещи и так далее. И поэтому у нас в епархии возникла такая мысль создать объединенный гуманитарный центр. Тем более, что это шло абсолютно в рамках общего направления работы Церкви. Да, Святейшим Патриархом была поставлена задача создания гуманитарных центров во всех епархиях. Так что и были объявлены гранты. Но мы начали создание нашего Центра немножко до того, как были объявлены гранты. Владыка выделил нам небольшое помещение. Вот с этого все началось. Потом, когда был объявлен грант, мы приняли в нем участие. Дело осталось за малым ждать результатов. Наши ожидания оправдались. И в рамках уже грантовых ресурсов, которые поступили, мы закупили необходимое оборудование. Это холодильник, это стеллажи. И, в общем-то, наша немножко деятельность, она стала упорядочиваться. Приняли на работу сотрудника склада, ввели определенный график работы. То есть, как-то немножко систематизировали. Деятельность центра направлена на профилактику абортов и помощь беременным женщинам в кризисной ситуации. То есть, в приоритете оказание помощи именно таким женщинам. Потом у нас уже женщина до полутора лет. И затем многодетные семьи. И, в общем-то, контингент очень разный. Расскажите немного поподробнее о подопечных вашего центра. Что их привело к вам? Вот совсем недавний случай. Прям буквально неделю назад пришла беременная девушка. 19 лет. Факт насилия в семье домашнего. Муж не работает. Естественно, мы подключили все ресурсы возможные. Оказали первую помощь. На материальную, конечно, мы имеем пока, слава богу, достаточные ресурсы. То есть, детские вещи, распашонки, кроватки, коляски. Это, конечно, пускай еще пока в неограниченном количестве, но у нас имеется. Мы можем помочь. Но для того, чтобы разрешить проблему этой девушки, конечно же, мы вынуждены были обратить, в первую очередь, государственные учреждения. Ей требовалась социально-правовая помощь. Мы ее отправили в Балашовскую епархию в итоге, где там уже ей окончательно занялись. То есть, этот случай можно назвать, что именно благодаря попечению со стороны вашего центра, такая кризисная беременность, да, она все-таки сложится благополучно. Мы на это очень надеемся. Мы надеемся. Это единичный случай, с которым нам пришлось столкнуться именно с фактом домашнего насилия. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться и посмотреть сюжет о центре милосердия. Сначала сотрудники центра милосердия выдают нуждающимся продукты и средства гигиены, а спустя 3-4 дня – вещи. Посетители приходят в демонстрационный зал и сами выбирают одежду. Помощь от центра нуждающиеся получают раз в месяц. Вот у нас всего на балансе 70 семей. И у нас распределены кто-то по продуктовым наборам и по средствам гигиены, это 20 семей точно. Но у нас есть периодичность. Мы каждые 3-4 месяца меняем эти семьи. То есть у нас 3-4 месяца – это реабилитация семьи. То есть мы помогаем встать на ноги семье. Но всего 20 продуктовых наборов у нас ежемесячно 3-4 месяца получает одна семья, допустим. Все продукты и средства гигиены покупаются благодаря поддержке фонда президентского гранта и спонсоров. Сами нуждающиеся говорят, что гуманитарная помощь им жизненно необходима. Мы находимся на учете у семьи около года. В течение этого года нам каждый месяц помогают продуктовые наборы, памперсы помогают. У меня пятеро детей, один ребенок инвалид. И нам без этой помощи очень тяжело было бы, очень хорошее подспорье. В связи с тем, что у ребенка инвалидность, я на работу выйти не могу. Татьяна не единственная, кому нужна помощь. Сложной ситуацией оказалась и многодетная мать Оксана Баринова. У меня шестеро детей, трое несовершеннолетних. И нам помощь нужна, потому что у меня маленький ребенок еще по уходу. За ребенком мы только получаем пособия. Мы получали продукты, памперсы получаем, вещи. Нам оказали помощь с ребенком. Мы ездили на реабилитацию, финансовую помощь нам оказали в город Калугу. Некоторым семьям Центр Милосердия оказывает дополнительную помощь. Это происходит в тех случаях, когда люди попадают в критическое положение. Существует иногда форс-мажор, допустим, в какой-то семье, какая-то ситуация, склад заболел ребенок или что-то. Мы идем навстречу и можем где-то оказать больше помощи и в вещах, и в средствах гигиены, и в памперсах. Центр помогает не только материально. У него есть собственный психолог и юрист. Нуждающиеся могут также рассчитывать на их поддержку. Продолжаем наш разговор. У меня в гостях руководитель Центра гуманитарной помощи Милосердия Елена Гранкина и руководитель отдела по делам благотворительности и социального служения Покровской епархии Татьяна Белякова. Расскажите, пожалуйста, кто вносит пожертвования в ваш центр и хватает ли объемов этой помощи? Вы знаете, мы уже говорили про грантовые средства. Это как бы львиная доля той помощи, которая идет нашим благополучателям. Но также у нас благодаря активной такой деятельности центра откликнулись два крупных, две крупные организации, достаточно крупные организации, они пожелали оказаться в тайне, которые регулярно, ежемесячно осуществляют поставки молочной продукции и средствами детской гиены. Это бамперсы, детские салфетки. Регулярно приносят помощь, как мы уже говорили, прихожане храмов. В рамках грантовых средств мы, опять же, выпускаем листовки, которые распространяем по храмам, по различным учреждениям, где даем объявления в СМИ. Мы активно взаимодействуем с районными, областными СМИ о том, что наш центр существует, он готов принять помощь. И также оказать помощь именно беременным в кризисной ситуации. И творить чудеса. Как Вы уже сказали, что к состоянию вещей, которые приносят для пожертвований, есть свои требования. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть, какие же они. Как понять, что вещь пригодна для благотворительности? Она должна быть готова к немедленному использованию. Не стоит жертвовать рваную или грязную одежду, вещи с оторванными молниями или пуговицами. Подойдет даже ношенная вещь, но только чистая, целая. Волонтеры не принимают порванную или сношенную обувь, сломанные игрушки, битую или покрытую трещинами посуду, неработающую технику, средства гигиены или бытовую химию с истекшим сроком годности, просроченные и быстро портящиеся продукты. Продолжаем наш разговор. У меня в гостях руководитель Центра гуманитарной помощи и милосердия Елена Гранкина и руководитель отдела по делам благотворительности и социального служения Покровской епархии Татьяна Белякова. Расскажите, пожалуйста, оказывается ли вы помощь нуждающимся еще по каким-либо направлениям? У нас действует, создано Покровское православное общество милосердия. Одной из секций которой является сестричество. Но сестрички работают у нас в больницах. Прихожане, имеющие медицинское образование, помогают престарелым гражданам. То есть окормление или, так сказать, проще, патронаж на дому пожилых людей. Мы стараемся окормлять детей-сирот или детей, оказавшихся без попечения родителей в интернатах, в детских домах. По возможности мы точно так же в Маршаловский дом ребенка отвозим памперсы, средства детской гигиены. Понятно, что государство тоже, конечно, обеспечивает их. Но если у нас есть возможность, кстати, люди очень активно и очень с душой жертвуют на такие вещи. У нас есть православные врачи в Балаково. То есть люди, врачи в свободное время свое, на безвозмездной основе, выезжают в отдаленные села и ведут прием больных. Сами, конечно, они не имеют права, я не знаю, как лечить, но направление или какую-то первую медицинскую помощь могут оказать. Есть много министерств и ведомств, которые занимаются социальными вопросами. Тем не менее, люди приходят к вам в центр. Почему так происходит? Бывает ведь так, что есть определенные законы, есть определенные обстоятельства. Нет у человека регистрации. Но, может быть, государственные органы и согласны, и рады бы помочь. Но они в определенных рамках действуют, в рамках законодательства. И они не могут перешагнуть. А мы можем помочь, по крайней мере, на первых порах человеку без регистрации или какое-то форс-мажорное обстоятельство. Вот сиюминутно, вот сейчас нужна помощь. Поэтому люди, зная, что здесь, да, они получат необходимую помощь или, по крайней мере, совет, куда обратиться. Расскажите, а проводятся ли вы какие-нибудь акции? Возможно, по праздникам. Если да, то какие? Да, в настоящее время у нас проходит уже второй год подряд акция «Собери портфель школьнику». Именно на базе Центра гуманитарной помощи «Милосердие». Опять же, проведение этой акции стало возможно в рамках гранта «На встречу семье». Мы распространили листовки с информацией о том, что каждый желающий может принять участие в этой акции. Если в прошлом году мы собрали 40 школьных наборов, смогли обеспечить 40 семей школьными принадлежностями, то в этом году масштабы акций выросли. У нас уже 70 человек получат тот минимум школьных принадлежностей, необходимый для того, чтобы отправить ребенка в школу. Ваш центр помогает собрать детей в школу, чьи семьи нуждаются в помощи. Я сейчас предлагаю в очередной раз ненадолго прерваться и посмотреть сюжет про аналогичную акцию. Волонтерская организация «Весна» третий год подряд проводит акцию «Рюкзак помощи». Помогает собрать в школу детей из кризисных семей к новому учебному году. На пожертвования покупают для них школьные принадлежности. Рюкзаки, тетрадки, ручки, краски и другие концтовары. Мы покупаем рюкзаки и концтовары по списку, которые составляли с мамами школьников. И передаем их деткам. Причем есть как первоклассники, так и дети старших классов. Сейчас у нас в списках 80 детей. Вручили мы 47. Остальным докупаем, сортируем и раздаем. Люди, которые хотят нам помочь в сборе концтоваров и рюкзаков, вы можете передать их нам в пункт приема по адресу Октябрьская, 29. Все желающие могут оказать помощь до начала учебного года. С организатором акции можно связаться по ссылке, указанной на экране. Продолжаем наш разговор. У меня в гостях руководитель Центра гуманитарной помощи и милосердия Елена Гранкина и руководитель отдела по делам благотворительности и социального служения Покровской епархии Татьяна Белякова. Расскажите, на Ваш взгляд, почему люди оказываются в сложных жизненных ситуациях? Достаточно много причин, когда люди оказываются в такой ситуации. Есть причины и объективные, независимые от человека, есть субъективные причины. Но объективные причины, может быть, какие-то фатальные, смерть близкого человека. Неожиданные или ожидаемые. Значит, старость, возраст, инвалидность, какие-то форс-мажорные обстоятельства, пожар, не дай бог, наводнение и так далее. Есть какие-то причины, исходящие от самого человека. Когда по своей слабости характера он не может справиться с ситуацией, безработица, домашнее насилие, жестокое обращение с детьми. Ну, это домашнее насилие. То есть причин очень много. И не всегда это зависит от человека. Особая категория граждан – это люди, оказавшиеся без определенного места жительства. Конечно, мы можем сказать, что человек сам оказался в этой ситуации. Он сам себя обрекает на такое положение вещей. Но мы не можем не признать тот факт, что он находится в трудной жизненной ситуации. Это ненормальное состояние для человека, когда у него нет крыши над головой. Мы можем осудить, ну это по-христиански, мы можем осудить грех, но самого человека осудить мы не можем. Мы тоже должны ему помочь по мере наших возможностей. Ну вот, бывают такие ситуации, когда человек нуждается в помощи, но сам он ничего не делает для того, чтобы предотвратить эти обстоятельства. Вот на ваш взгляд, стоит ли все равно помогать такому человеку? В арсенуфе Великого есть такой образ, что если человек падает в яму, ты протяни ему жезл, но ни в коем случае не руку. Посох. Посох. Если ты протягиваешь руку, он тебя стаскивает в эту же трясину, в эту же яму. Если переводить на наши ситуации, даже на деятельность нашего центра, если ты погрязаешь проблемы человека настолько, что ты уже чувствуешь, наверное, какую-то обесточку, то есть ты уже понимаешь, что настолько, и этот человек не пытается сам не делать никаких шагов, а у нас такие ситуации, к сожалению, мы тоже сталкиваемся с людьми с очень разными, то ты не поможешь, ты усугубишь дело. Ты, во-первых, воспитаешь в человеке иждивенческую позицию. Он сядет, ножки светит и ничего попытается, не попытается ни для себя, ни для своего ребенка сделать. И, конечно же, в этой ситуации тут как-то нужно разумно распределять, четко указывать границы помощи. Вот мы на какой-то момент оказали помощь, а дальше где-то идите уже своими ножками. То есть и вот такие границы людям необходимо просто устанавливать и показывать, при этом любя всем сердцем, помогая. Потом вот, например, ситуацию, я еще раз подчеркну, с бездомными. Человек не хочет менять образ своей жизни, не хочет, ему так комфортно. Но это не значит, что мы должны дать ему замерзнуть зимой или умереть с голода. Ну, не по-христиански это. Вот именно поэтому у нас, например, два храма в Энгельсе, они занимаются, вернее, они питают бездомных. Раз в неделю. Бездомные знают, в какое время, в каком месте они собираются и получают горячую пищу. Вот. Поэтому наша просто христианская обязанность не пройти, не дать человеку погибнуть. Но человек должен сам приложить усилия. То есть мы какие-то такие вот начальные, основополагающие, готовы. А вот как Вы считаете, вообще какие нужны меры предпринять, чтобы облегчить положение нуждающихся и сократить их численность? Что нужно сделать? Вы знаете, меры, на мой взгляд, должно принимать государство. Это, конечно, прерогатива государства. Что мы должны делать? Мы должны просто, у нас должна быть простая, человеческая, христианская любовь. И желание, доброта, и желание помочь ближнему. Вот есть одно, я, к сожалению, могу только зачитать, его не помню наизусть, но оно мне очень нравится. Стихотворение Фёдора Ивановича Тютчева. То есть, если позволите там. Пожалуйста. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорблённых, и согревать, и насыщать нуждой и скорби угнетённых. Нам жизнь дана, чтобы до конца бороться со страстями, с ложью, и насаждать в свои сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Вот мне кажется, что наша задача – любить. Спасибо вам огромное за такой тёплый и проникновенный эфир, и за то, что были гостями в нашей студии. Спасибо большое вам. Спасибо. На этом наша программа завершена. Все выпуски можно посмотреть на сайте saratov24.tv. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин